В Ненецком округе продолжают отмечать главный праздник тружеников тундры – День оленя. Во многих хозяйствах из-за сложной эпидемиологической обстановки от торжественной части отказались, а на востоке региона в СПК «Рассвет севера» праздник все-таки отметили. Хозяйство в этом году стало лидером по производственным показателям по итогам прошедшего сезона. Подробности далее. Своего главного праздника оленеводы с нетерпением ждут целый год. Мужчины заранее готовят упряжки к зрелищному состязанию – гонкам на оленях упряжках. Бригадир стойбища Денис Хатанзейский говорит, что животных к этим соревнованиям специально отбирают и учат лучших из лучших. Проверяем, как кто едет, сколько гоняем, специально убираем. Готовите? Да, специально. А как выбираете животное? Может какие-то признаки у него есть? Ну, видно. По оленю сразу лететь. Оленевод знает. К соревнованиям оленеводы готовят не только свои упряжки, но и сами тренируются. Ежегодно на празднике в ходе традиционных ненецких состязаний выясняют, кто здесь самый ловкий, меткий и сильный. Для чумоработниц этот день тоже особенный. С утра нужно успеть переделать все дела по хозяйству. Впрочем, многодетная мать Надежда Талеева говорит, чем раньше встанешь, тем больше успеешь. Надо встать рано, часов 5-6, затопить печь, приготовить завтрак, приготовить сухую чистую одежду детям, мужчинам, мужу, то есть, чтобы он мог плотно позавтракать, ехать стадо, собрать стадо. В седьмой бригаде порядка трех тысяч голов оленей. Всего в СПК на сегодняшний день поголовье составляет 13 тысяч, выпас которых осуществляют 7 бригад, численностью работников 64 человека. В этом году за победу в отраслевом соревновании «Рассвет Севера» получил премию в размере 150 тысяч рублей. Средства перечислены на счет хозяйства для поощрения лучших работников. День оленя – это не только веселье и развлечение, но и возможность жителей Тундры собраться вместе, обсудить итоги работы за год, в том числе и с представителями власти. Это освещение тех вопросов и проблем, которые существуют, и, конечно же, решения. Это, в первую очередь, отчеты представителей СПК о внутрихозяйственной деятельности. Это те вопросы, которые были, освещение тех вопросов и проблем, которые были подняты в прошлом году и как они решены сегодня. Это информационная часть, которая полностью должна, помимо своего празднования, должна доводиться непосредственно до тружеников наших, наших жителей Тундры. В этом году празднование Дня оленя в Нинецком округе проходит в усеченном формате. Многие хозяйства в связи с пандемией не проводят праздничные мероприятия. А в тех хозяйствах, где праздник все-таки проводят, количество гостей из населенных пунктов ограничено. При этом по поручению Юрия Бездудного строго контролируется соблюдение эпидемиологических требований. Вся эта команда, которая прилетела сюда, они все привиты. И, кроме этого, накануне прошли ПЦР-тестирование. Поэтому мы, безусловно, заботимся о тех, кто сегодня в Тундре и ни в коем случае не завезли сюда никакой коронавирус. Итоги соревнований подведены. Хозяева и гости собираются у импровизированной сцены, где для них выступают артисты социально-культурного центра «Престиж». Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».